На допрос в Национальное антикоррупционное бюро пришел несколько часов назад Айварас Абрамовичус. Министра экономразвития и торговли, который идет в отставку, вызвали как свидетеля. Детективы начали проверку по факту его же заявления в мешательстве и давлении на работу его ведомства. О чем рассказывает следователям, знает корреспондент событий Вера Свердлок. Она на связи со студией. Вера, какие материалы принес министр в бюро? Лена, министр, пришел ровно к назначенному времени, к пяти часам вечера. В руках у него был один документ и портфель. Говорит детективам, ему есть что и рассказать, и показать. Это первая очная встреча, поэтому настроение хорошее. Пришли как раз узнать, что от нас требуется по даче показаний. Принесли все, что у нас есть, и скриншоты, и другие вещи. У меня в телефоне еще есть много интересной информации. Что касается телефона министра, им Айварас Абрамович сейчас дорожит особо. Во избежание потери информации, которая в нем хранится, копии некоторых переписок отправил своему товарищу, нардепу Сергею Лещенко. Последний в свою очередь сегодня выложил у себя в логе переписку между Абрамовичем и исполнительным директором «Нафтогаза» Андреем Пасечником, которого якобы и предлагали, и навязывали министру в замы. У нас нет возможности создать еще одну позицию. Думаю, введут. Мне это предложение поступило от команды Петра Алексеевича. От кого конкретно? Меня приглашал к себе Каноненко. Сказал, что с премьером они согласовали. Со мной не хотели согласовать? Сам Пасечник уверяет, в переписке нет ничего коррупционного, ведь речь шла о вакантных должностях в министерстве. Именно поэтому, говорит, и так легко и открыто называл фамилии высшего руководства страны. В доказательство своей версии выложил другую часть переписки с Абрамовичем у себя на странице в соцсети. У меня сейчас только одна вакансия. Зам по обороне. Корж был по обороне? А думал, он по нефтегазу был. Все письма у нас за его подписью были. Корж был госкомпанией министерства плюс оборона. Госкомпанией реформа Адамас. Управление Юля. Новый зам, только оборона. Это желание РНБО. Понял. Если что-то поменяется, дам знать. Признаюсь, разобраться в хронологии переписки непросто. Не просто заметно, что в диалоге отсутствует часть сообщений. Правда, разбираться в этой переписке уже будут не журналисты, не политики, а следователи НАБУ. Допрос Абрамовичаца длится уже больше двух часов. За это время к журналистам вышла пресс-секретарь ведомства и приоткрыла некоторые детали следственных действий. Если человек озвучивает какую-то заявку, что мы первое делаем? Мы первое запитываем у этой человеке детали. И уже потом запрошиваем тех людей, которые могут быть причетны или фигуруют в его словах. Пан Кононенко будет вызвано тогда, когда детектив НАБУ будет считать необходимым. Пресс-секретарь не исключила, что на допрос могут быть вызваны не только стороны конфликта Абрамовичаца Кононенко, но и другие политики, которые владеют информацией об уже нашумевшем скандале. Лена. Спасибо. Вера Свердек о допросе в Национальном антикоррупционном бюро министра экономического развития торговли Айвараса Абрамовичуса.